Здравствуйте! Вы смотрите Итоги дня. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Расследованием ЧП в Суворовском училище занялись в Министерстве обороны. Мнение депутатов или закон? Из-за борьбы за кресло мэра работа администрации Димитровграда парализована. В Ульяновске задержали мошенника-экстрасенса. В Ульяновске гимназисты создали путеводители по Симбирску, обнаружили мини-ракеты и придумали хлеб без дрожжей. Из-за борьбы за кресло мэра работа администрации Димитровграда парализована. Что о ситуации думают в прокуратуре в нашем репортаже. 23 января депутаты городской думы выбрали главой города Димитровграда Павла Архипова. За его кандидатуру проголосовали 25 народных избранников из 28 присутствовавших. Прокуратура уже заявила о вопросах законности данного решения. Кроме закона нарушены и некоторые процедуры. Соответственно данное решение о назначении главы нам поступило непосредственно только 30 января текущего года. На тот момент оно было уже обжаловано и соответственно необходимости в повторном обжаловании данного решения городской думы естественно не имеется. В настоящее время дело рассматривается в Димитровградском городском суде, который и вынесет решение по существу о законности, либо незаконности данного решения городской думы. Через несколько дней избранник оставил должности кабинет. Замену ему по принятой ранее схеме депутаты нашли ночью в четверг. Мы побывали на месте событий на следующий день. Вчерашнее решение городской думы, которое принималось в ночи об избрании исполняющей обязанности главы города Людмилы Петровны Шишкиной, на самом деле до сих пор нигде не появилось, ни в одних официальных источниках. Поэтому можно смело констатировать, что господа, принимавшие данное решение, не уверены в нем, считают, что оно не бесспорно и боятся представить его общественности, опубликовать его, для того, чтобы каждый мог с ним ознакомиться. Заявление о назначении появилось в соцсетях почти сразу после принятия решения. Чтобы поддержать бунтующих от регионального отделения в Дмитровград прибыл Айрат Гебаддинов. Однако его участие в процессе принятия решения о назначении депутаты отрицают. Принятое вчера решение никак не инициатива Гебаддинова, а инициатива всей думы. Хочу сказать, заявить это, так сказать, от всей думы. А пока суд работает, городская жизнь замерла в подвешенном состоянии. Работа администрации парализована. Дивидендов от бунта пока не получил никто. Думается, что кроме проблем городу это ничего не принесет. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Специалисты Роспотребнадзора регионального Минздрава прокомментировали ситуацию в Суворовском училище. На данный момент паразитов легких нашли у 25 курсантов. Ранее говорилось о 26 заболевших. У одного ученика диагноз сняли. У всех учащихся и преподавателей взяты кровь на анализ, сделан рентген и проводят УЗИ. Полностью обследования завершатся в среду. Основной причиной заражения считают летние учения в Поливно, где заболевшие могли съесть что-то грязное или зараженное. Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, подозреваемого в мошенничестве. В полицию обратилась молодая девушка, которая рассказала, что злоумышленник написал ей в соцсетях с предложением решить проблемы в личной жизни и снять порчу. Конечно, за денежное вознаграждение. Экстрасенсом оказался 26-летний житель города Камышин в Волгоградской области. Он признался всодеянным, а полученные деньги потратил на личные нужды. После получения около 10 тысяч рублей на указанный счет, экстрасенс перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенничества, девушка обратилась в полицию. Стипендия и талант. В Ульяновске выбрали соискателя стипендии имени народного артиста России Бориса Александрова. На вручение побывал наш корреспондент Ирина Антонова. В Ульяновском драматическом театре в девятый раз прошла церемония вручения стипендии имени народного артиста России Бориса Александрова. Почетную награду в нашем регионе учредили в 2011 году в память о талантливом актере, педагоге, общественном деятеле. Ежегодно стипендии отмечают одного молодого актера, который наиболее ярко проявил себя в течение предыдущего сезона. Ранее обладателями высокой театральной награды были лучшие молодые актеры области. Потому что вот ребят стоят, и здесь это вот то, что он сумел создать. То, куда он вложил свою душу, любовь, сердце и, конечно, свои знания и творчество. И сегодня эти ребята уже сами являются мастерами сцены, сами являются уже гордостью не только замечательного ульяновского государства, математического театра, но и в целом российского театрального сообщества. В этом году стипендию имени Бориса Александрова из рук губернатора получил артист ульяновской драмы Алексей Гущин. Для меня что значит? Что память о моем учителе, что память о близком человеке продолжает жить. И, как сказал Сергей Иванович, у нас такое ощущение, что он с нами, что он с нами остается, и я думаю, что он останется на всю нашу жизнь с нами. Лауреат премии «Лучший актер» регионального фестиваля театров «Лицедей-2011» Алексей Гущин задействован во многих спектаклях. «Коварство и любовь», «Ромео и Джульетта», «Капитанская дочка», «Весенняя гроза». Также он преподает на театральном отделении опорного университета и продолжает работу с детьми в студии «Драм», которую создал Борис Александров. Ирина Антонова, новости ульяновской правды. Как сделать из ребенка гения, знают в первой гимназии. Первоклассники, совсем как взрослые, пытаются найти ответы на недетские вопросы. Подробности расскажет Наталья Чемоченко. Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Никола Тесла. Имена великих ученых знают не понаслышке ученики начальных классов гимназии номер один. В учебном заведении ребята с раннего возраста начинают заниматься исследовательскими работами на самые разнообразные темы. Мечта каждого из них – сделать свое открытие и, быть может, встать на одну ступень с метрами науки. Тема моей работы – это путеводитель по исторической части города Симбирско-Ульяновска. Раньше город выглядел совершенно по-другому. Было больше всяких соборов, старинных зданий. И было меньше парков, к сожалению. Моя работа называется «Как можно приготовить хлеб без дрожжей». Я очень люблю печь булочки всякие, искать рецепты. Мы даже переводили некоторые рецепты с мамой. Главные помощники детей – родители и учителя. Преподаватели, сходя из предпочтений каждого ребенка, предлагают малышу интересные темы исследовательских работ для начальной школы, которые можно взять для реализации собственного проекта. В процессе работы будущий первооткрыватель получает навыки поиска информации, ставит опыты, учится проводить наблюдения, анализировать и формулировать выводы. Направляем, каким образом, где ту или иную информацию можно найти, какое экспертное мнение можно получить, в какую библиотеку обратиться. Если ребенок не умеет работать с интернетом, то, безусловно, на помощь приходят в первую очередь родители, для того, чтобы на том или ином сайте информацию эту найти. Учащиеся начальных классов полностью погружаются в свою работу, наблюдают за животными, насекомыми, растениями, деревьями, цветами, погодой. В результате исследования гимназисты находят ответы на свои вопросы. Дальше дети участвуют своими исследовательскими работами на городских конкурсах и получают заслуженные награды. В этом году в городском конкурсе «Я исследователь» участие принимало у нас 8 учеников. И номинации были очень интересные, городской конкурс был. И ребята подготовили интересные темы. И, безусловно, было радостно нам, что наши второклассники показали первые шаги, что они смогли сделать уже в своей исследовательской работе, к чему они стремились и что они достигли. Всего в конкурсе приняло участие 104 обучающихся из 22 образовательных организаций. Все победители были отмечены дипломами, в том числе ученики первой гимназии. Однако это не главное. По результатам исследований психологов известного американского университета, любопытные ученики сегодня получают более высокие оценки в школе и становятся в жизни более успешными людьми. Поэтому главная задача взрослых – поддержать интерес детей и самое главное – его развить дальше, чтобы из молодого поколения выросли новые Ломоносовы, Кюри и Кулибины. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульянской правды. Маржи устроили гонки. Около 50 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Ульяновской области по холодовому плаванию. На улице минус 12, а из-за ветра ощущения на все минус 15. Но участникам 7-го чемпионата Ульяновской области по холодовому плаванию все нипочем. В прорубь они идут уверенным шагом. Закаление – это основное средство физической культуры, самое мощное, самое доступное и самое эффективное. Вопрос только в дозировке. Вот здесь плавают люди, которые уже не один год занимаются, которые достаточно устойчивые, холодные, закаленные. Кажется, сложно. На самом деле они уже давно занимаются, для них это просто все. Порезные сухожилия, травмы профессиональной футболистки, две операции на позвоночнике, вторая группа инвалидности. Для Антонины Жуковской из Ульяновска все эти проблемы позади. Вот уже несколько лет она занимается холодовым плаванием. Эффект потрясающий. В ледяной воде она соревнуется со здоровыми спортсменами. В этом году я лучший спортсмен года. 42 медали, борюсь со здоровыми спортсменами. Побывала уже два раза на чемпионате мира, серебряный призер чемпионата мира. В этом году чемпионат области открытый. Побороться за медали в гости к ульянцам приехали спортсмены из Чебоксар. 18 самых быстрых моржей. Уже в первых заплывах они показывают высокие результаты. Андрей Чекменев дистанцию 25 метров пролетает за 14 секунд. Самые прекрасные ощущения. Вот прямо чувствуешь тепло, не холод, а тепло. Вот каждому советую искупаться в проруби хотя бы раз в жизни. Впрочем, и ульяновцы тоже не статисты. Анна Пшеничного, например, победила среди женщин. А в старшей возрастной группе весь пятистал почета заняли ульяновцы. Елена Семенова, Антонина Жуковска, Лариса Харитонова. По итогам этих стартов будет сформирована сборная области для участия во всероссийских соревнованиях. Михаил Русашанский, новости ульяновской правды. Региональное управление МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды. Завтра, 5 февраля, ожидаются сильный снег, метель, а на дорогах снежные заносы. Будьте осторожны. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру в 19.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин